Миша Это Мишин, воспитанник Уфимской детской школы искусств имени Виктора Николаевича Пегова. Он выбрал необычное произведение на конкурс юных пианистов имени Веры Тимановой, ведь здесь нужно произвести на жюри самое лучшее впечатление. Конкуренция не слабая, одних только заявок поступило более сотни. Я для этого конкурса выбрал этюд, сонату и Рахманинова. Этюд у меня быстрый, виртуозный, где левая рука очень хорошо должна играть, очень быстро. Играл я очень хорошо. Чужие клавиши не попадал. Стараюсь играть в сонате пассажи. В конкурсе принимают участие молодые пианисты от 7 до 17 лет. Заявлено две номинации – фортепиано-соло и фортепиано-ансамбль. Но лучше обо всем расскажет Ника, участница этих музыкальных соревнований. Конкурс юных пианистов имени Веры Тимановой первый раз проходил в 2001 году. Сейчас он уже в 2023 году проходит восьмой раз. Здесь съезжаются все конкурсанты и пианисты со всей России, так как это всероссийский конкурс. Здесь очень почетные жюри из Казани, из нашего училища. Я очень долго готовилась к этому конкурсу, к этой программе и боялась, что забуду текст и так далее. Мне кажется, все этого боятся. Но на выступление собралась, сыграла. И вчера, позавчера буквально сидела по два часа, по три часа и разучивала свою программу. Конкурс идет три дня. Уфимская детская школа искусств имени Виктора Николаевича Пегова принимает юных музыкантов со всей страны. Быть здесь – это уже огромное достижение. Я мог лучше выступить, но мне понравилось, как я сыграл. Так как это первый раз в этом году я играю, я ломал руку. Всероссийский конкурс «Фестиваль юных пианистов имени Веры Тимановой» придуман для того, чтобы выявить молодые таланты и помочь им продвигаться дальше на другие топовые конкурсы. А еще для того, чтобы новоиспеченные звезды фортепианной музыки интересовались и великими именами этой сферы. Биография Веры Тимановой удивительна, но это уже тема другого сюжета. Татьяна Никитина, Азамат Даянов. Специально для Горы новостей.